После того, как ведающий человек, то есть четвертая варна, высший уровень развития здесь в человеческих телах, когда душа проходит этот уровень, она не рождается в материальном мире, в твердом мире, но в тонком мире мы, естественно, продолжаем осознавать себя и наши уроки эволюции продолжаются. Вот здесь уже Майкл Ньютон не даст соврать, душа высшего порядка, опять же проведу параллель, в христианской религии называют ангелы-хранители, в моем понимании это именно то, о чем я говорю, души более высшего порядка. Вот у нас говорят боги-опекуны, боги-опекуны духовные наставники, то есть это душа, которая уже не идет на материальное воплощение, но она продолжает опекать людей, живущих в материальном мире, то есть духовный наставник в прямом смысле этого слова существует у каждого живущего здесь человека. И когда мы говорим, что вот мне там сердце подсказало, мне там во сне приснилось, имейте в виду два основных источника, это свыше наш духовный наставник и от нашего рода, то есть бабушки-пробабушки, дедушки-продедушки усопшие, которые приходят к нам во сне, предупреждают о чем-то, подсказывают какие-то знания и так далее. Помимо сна можно общаться с ними абсолютно осознанно, выполняя определенные практики. Это я называю связь, открытый родовой канал. Когда человек способен общаться со своими прадедами, прабабушками, советоваться с ними, получать какие-то рекомендации, вот это и есть открытый родовой канал, часть славянской культуры. Это считается доступным, ну и, наверное, в моем круге общения это считается абсолютно нормальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова